Каждая игра нуждается в некотором количестве объектов, которые должны существовать на протяжении всей игры и при этом быть в одном экземпляре. Чаще всего этими объектами выступают разного рода менеджеры, как например Audio Manager, Input Manager, Application Manager, системы вроде Event System, внешние сервисы типа Steamworks. Но также в этой роли могут выступать и обычные объекты из мира Unity, камеры, интерфейсы и даже обычный счетчик FPS. Но давайте будем просто называть эти объекты менеджерами. До Unity 5.3 и появления полноценного Scene Manager и Multi-Scene Editing, рекомендуемым способом управления таких объектов был метод Don't Destroy Onload, который работал следующим образом. При загрузке нового уровня все объекты в старой сцене уничтожаются, кроме тех, на которых был вызван этот метод. То есть в те времена туториалы Unity и формы пестрили двумя основными воркфлоу. Первый выглядел так, что в каждом своем менеджере, размещенном на сцене, копипастим кусок кода, который будет вызывать Don't Destroy Onload и отслеживать, что объект находится в памяти в единственном экземпляре. Далее добавляем все ваши менеджеры в каждую сцену игры и наслаждаемся полученным результатом. У этого подхода есть одно преимущество и ряд очевидных недостатков. Преимуществом является то, что если сделать все правильно, то игра будет легко запускаться с любой сцены. Недостатков же получается целый вагон. Создание каждой сцены сопряжено с опасностью, что вы забудете поместить в нее какое-либо из своих менеджеров. Если вы захотите удалить один из ваших объектов, то вам придется идти по каждой сцене и удалять его оттуда. Каждая сцена, кроме необходимого ей контента, будут содержать еще и все менеджеры игры. Если ваши объекты содержат конфигурируемые параметры, это может создать потенциальные проблемы при их изменении, даже если вынести объекты в префабы. Плохо совместимо с ассет бандлами, так как если разместить сцены в бандлы, то каждый бандл получит уникальную копию таких объектов. И конечно же копипаста кода, что является вечным злом. Становится очевидным, что данный подход в лучшем случае мог удовлетворить запросы игр-туториалов и игр-прототипов, поэтому перейдем ко второму воркфлоу. Это модификация первого подхода, только лишь с тем различием, что все ваши объекты кладутся в одну, самую первую сцену. А мы знаем, что Unity всегда загружает первую сцену первой. И далее мы вольны грузить всю нашу остальную игру. Менеджеры останутся висеть, никакой копипасты по сценам и коде, однако появляется одна проблема. Вашу игру становится возможным запустить без танцев с бубнами и костылей только с этой первой сцены. Итак, в свое время пришел Unity 5.3, который принес упомянутый ранее мульти-син-эдитинг и син-менеджер, а с последующими версиями и ивенты окончания загрузки сцен, что вкупе с существовавшим ранее эдитив и асинг-загрузкой открыло новые горизонты и позволило чуть более гибко организовывать структуру своей игры. Хотя это не решило проблему переключения на менеджер сцену при запуске игры в редакторе. Итак, у нас на руках есть все необходимые компоненты. Есть син-менеджер с методом loadSynAsync, который принимает два параметра – buildIndex или имя сцены и режим загрузки, которых на данный момент предлагается два – single и additive. Single, соответственно, выгрузит все текущие и загруженные сцены перед загрузкой себя, а additive добавит загружаемую сцену к уже существующему в иерархию. Асинг говорит нам о том, что все эти действия будут происходить асинхронно. Метод син-менеджера unloadSynAsync позволяет асинхронно выгрузить любую сцену из иерархии. Ивенты син-менеджера позволяют узнавать моменты, в которые завершаются любые асинхронные операции. MultisynEditing позволяет собрать любую иерархию сцен, которая предполагается в вашей игре, и работать над ними, производя аналогичные син-менеджеру операции прямо в редакторе – простым drag-and-drop и манипуляциями с контекстными меню. Давайте рассмотрим вариант структуры игры, использующей все перечисленные компоненты, на примере игры Spreadstorm, которая вышла в раннем доступе в стиме в декабре. Spreadstorm – это пазл приключения, в котором игрок перемещается по уровням, меняя их состояние и решая головоломки. В каждый момент времени в игре загружено три сцены – сцена с менеджерами игры, сцена с UI и непосредственно сцена с игровым миром. На уровне, где есть панели взлома, подгружается еще и четвертая сцена, в которой содержится эта панель. Но давайте пойдем по порядку. Как я сказал ранее, менеджер сцены содержит все менеджеры игры и главное меню, но есть несколько ключевых моментов. Она находится первой в списке сцен и Unity, соответственно, загрузит ее первой. Она будет находиться в памяти на протяжении всей игры и по этой причине использовать Don't Destroy Unload нигде не нужно. И в ней, помимо всего прочего, содержится Application Controller и собственноручно написанный загрузчик сцен. Application Controller отвечает за состояние игры и то, какая сцена должна быть загружена в данный момент. А загрузчик представляет собой обертку над API и Unity с более удобным интерфейсом для синхронной загрузки сцен и основанный на ивентах Scene Manager. Он также знает, что загружено в данный момент и как загружать сцены с их зависимостями. После того, как игрок начал новую игру или загрузил сохранение, Application Controller говорит загрузчику, мне нужно загрузить, например, уровень 5. Загрузчик смотрит заранее составленные конфигки и понимает, что для того, чтобы пятый уровень работал, необходимо загрузить UI сцену, сцену с уровнем и сцену с панелью взлома. При переходе на шестой уровень загрузчик выгрузит мир и взлом панель и повторит ранее описанную процедуру. При этом UI сцена не будет перегружаться, так как она одинакова как и для пятой, так и для шестой сцены. При выходе в главное меню выгружается соответственно все. Эта простая структура игры оказалась достаточно гибкой и неплохо себя показала в другом проекте, который находится в разработке, Fremium Way. Основное отличие там заключается в том, что при старте игры загружается дополнительная сцена авторизации игрока на сервере, а каждый уровень мира может состоять из нескольких подсцен, которые должны быть загружены одновременно. Так выглядит мой вариант реализации структуры игры, но с представленными инструментами теоретически их может быть реализовано бесконечное множество. Я буду рад почитать о ваших вариантах реализации структуры игры в комментариях к видео. Также обязательно оцените этот ролик и если вы хотите финансово поддержать канал или вам просто понравилась игра, о которой я говорил, то загляните в Steam по ссылке в описании. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok